Золотая пропорция 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 базы данных, и на основе их строится, и криптовалюта строится, и другие различные технологии. Блокнот тоже, как распределенные базы данных, они очень похожи на блокчейн, но с элементом, с элементом российским, на российский менталитет, и если технология блокчейн, она чисто распараллельная по горизонтали, то здесь сочетание горизонтальной части и вертикальной. Но обо всем по порядку, тут сразу будет, может быть, непонятно, как, можно сказать, если блокчейн, он сложно государственным структурам работать в блокчейн, думают, а как же его зарегулировать, а что же, чтобы взять под контроль, то блокнот, он рассчитан именно на синергию с государственными структурами в том числе, и здесь никакого противоречия нет. И здесь, получается, и потенциал человека проявлен, и его можно зарегистрировать, и каким-то образом учитывать. И государственные структуры, они остаются, оставляют за собой функцию контроля, но дополнительно еще вводится, понимаете, как зарядовый ресурс. Это самый большой ресурс, который есть у человека, есть у страны, но он не учтен. А что будет, если, допустим, неучтенные ресурсы, как природные ресурсы, их перестанут учитывать и будут просто как-то хаотично распределяться. Это будет хаос, и ничего хорошего из этого не выйдет. А самый большой ресурс, как зарядовый ресурс, сейчас не учтен. Вот. Можно переключить данный документик, блокнот. Документик. Сейчас вот, вот, сейчас Надежда расскажет, как переводится. Блокнот. Большой лад, оптимальная корпоративность. Народная или ноосферная объединяющая технология. Вот это как расшифровывается, вот, а дальше немножечко уже попозже разъясним, как это все будет работать. То есть оптимальная корпоративность. То есть не все, как вот в какой-то в узком кругу, и все зарегулировано, то есть не пускают, как вот сейчас есть элиты, которые там внутри себя замкнуты, и все. А здесь тоже корпоративность, она присутствует, но оптимальная. Как полуоткрытая, мы говорим, система. Вот. И можно вернуться к слайду. То есть этот документик тоже можно будет выложить в описании к ролику уже потом, когда он будет, прямой эфир закончится. И, кажется, сможет почитать. И вот хотелось бы, да, этот слайд немножко разобрать, что это такое, что учитывает технология блокнот. Это творческие обмены. Вот. Это мелкоресурсные обмены. То есть мы не претендуем, не говорим, что вот сейчас мы отменяем какую-то валюту и хотим ввести свою. Нет, конечно. То есть мы предлагаем регулировать и учитывать те моменты, которые раньше они, в принципе, не учитывались. И ввести эту вот учетную систему таким образом. Мы совместно, сообща, поднимаем экономику. Мелкобытовые услуги. И вот еще попрошу немножко, может быть, Кирилла, еще на другую смысловушку, которая триосинхрон у нас называется. Чтобы объяснить вот эти моменты, мелкоресурсные, мелкобытовые услуги, тут потребуется еще такой системный подход. Триосинхрон, Кирилл, получится сейчас включить? Да, это хорошо было, это важно. Да. Здесь мы творче... А, да, замечательно, спасибо. Спасибо. Творческие обмены – это то, что сейчас все проскакивают фактически, малая величина, которая, она везде присутствует, но, к сожалению, люди ее проскакивают и не замечают из-за ее небольшого размера, характеристики. Зарядовый синхрон – это фактически синхронизация на уровне зарядов. Кирилл, верни, пожалуйста, обратно туда, на эту смысловушечку, пусть мы пока ее выбираем. На уровне зарядов и творческие моменты, там, песни какие-то, там, игры, в том числе деловые игры, они очень помогают собрать людей и дают энергию. То есть почему какие-то проекты, они часто запускаются, но, ну, люди собрались, поговорили, вроде все хотят хорошего, а ничего не происходит, а энергии не хватает. И как раз зарядовый синхрон помогает построить общую оболочку, как мы говорим, системную оболочку группы и наполнить ее энергией. А дальше уже происходит ресурсная синхронизация, то есть это, как мы говорили, мелкобытовой, мелкие услуги между людьми, которые также регистрируются в учетно-рейтинговой системе, вот такая аббревиатура УРС, по технологии блокнот. Можно вот вернуть, Кирилл, на блокнот, эту смысловушку, картинку нашу? Сейчас. Да. Вот. И... Справа. Да, справа здесь скриншот с компьютерной программы, которая реально учитывает все то, что мы сейчас заявляем. И еще мощная система проектирования и внедрения. Что это такое? То есть это тоже есть технологии, которые позволяют собирать команды. Вот тут как раз это специалист Дмитрий по международной синергии, по устойчивому развитию. Он на практике уже много лет с этим работает. Вот, Дмитрий, пару слов можно про это сказать. Про команды, да? Да, про мощную систему проектирования и внедрения, чтобы и как команды соединяются, да, на уровне технологий. Мы долгое время, я сам начинал еще из футбола, то есть в спорте очень много... В спорте достижения какие-то проявить без синергии настоящие не получается. То есть если в бизнес каких-то средах, в средах социальных можно договориться, кажется, но это вин-вин получается только концепция, это какие-то партнерские модели. Синергия, слово уже для многих знакомое, но это, ну, является синергией, да? То есть настоящая синергия – это на социальное взаимодействие, это уже на уровне зарядовых обменов, это уже про, как мы говорим, на международный уровень вайл. И, соответственно, сначала в спорте, дальше сейчас в социальных средах мы давно это практикуем, все эти технологии применяем, весь спектр технологий, которые необходимы для того, чтобы настроить синергию в какой-либо замкнутой социальной системе, у нас есть. То есть это... Можно их перечислять, я бы сказал, не знаю, Паш, какие перечислить? Чтобы про что рассказать? Да, перечислить, да, технологии, что у нас, и пюре, например, личного потенциала. Ну, прежде всего, самое ценное, подходящее – это нужно прежде всего проявить, электрический потенциал, да, заряд, да, нужно его замерить. Потом и пюре построения потенциала личности – это уже потенциал не только энергетический учитывается, но уже и социальные различные потенциалы. Ну и дальнейший набор различных там практик, технологий, которые сейчас, наверное, нет смысла перечислять, но, в общем, все, что нужно, мы имеем, и дает это хорошие результаты, да, то есть социальные группы, они могут становиться гораздо более продуктивными, КПД становится высоким, затратность снижается, то есть в высокопотенциальных средах разработки продуктивность высокая, да. Сейчас в конкурентное особенно время, когда недостаток финансового ресурса, как говорят, да, проявляется, зарядовый ресурс выходит на первый план, потому что им мы обладаем и умеем его наращивать. Соответственно, вот на данном слайде показаны, перечислены различные объекты, различные города, где уже это проявлено, эти технологии. Даже обращу внимание, вот Бали, Паша представил меня по международному уровню, да, поэтому расскажу про это. Бали – это интересный очень остров оказался. Мы сначала думали в Таиланде, на Пангане это сделать, потому что там розовый кварц, там тоже у нас есть тренинговый центр, но Бали оказался интереснее, и потому что там про баланс. Когда мы настраиваем синергию в какой-либо социальной группе, команде, либо там бизнес-структуре, мы приходим к тому, что самый основной аспект – это именно баланс простроить потенциалов, баланс энергетический. И вот Таиланде – это тот остров, где это проявлено, потому что там есть и… Ну, в общем, все спектры там представлены, и там хорошо это настраивать. То есть это тренинговый центр, который там работает, это их даже два – Champions Campus и Black Red Red Village. Собственно, об этом, наверное, лучше прикрепить какие-то видео, какую-то информацию, которую мы можем поставить потом под этот эфир. Если будет такой запрос, вы вопросы напишите, мы сбросим, потому что лучше, наверное, один раз увидеть, чем несколько раз я буду про это рассказывать. Что еще? Да, наверное, все, достаточно, наверное. Ну, вот можно показать прибор, если кто не видел в прошлый эфир. Вот этот прибор, который – это наше ноу-хау, одна из наших технологий по измерению вот этого электрического потенциала или зарядового ресурса. То есть чтобы его накопить, его мы научились мерить в первую очередь. То есть потенциал или зарядовый ресурс можно измерять. Каждый человек может отдельно померить свой потенциал. Потом это при формировании команд, потенциал команды, коллективный потенциал, что очень важно. Вот благодаря вот этому приборчику потенциал теперь реально видимая величина. Вот. Можно соревноваться, можно там в семье. Вот. И проект есть очень интересный по прибору, который мы предлагаем такой прибор, но он будет немножко другой формы. Ну, это как бы модель такая, ну, еще не доведенная до… Макетная. Макетная. Макетный вариант, да. Как градусник в каждую семью в итоге. Будет очень полезно. Да, я могу добавить, и в принципе можем даже какие-то слайды, наверное, потом поставить. Уже сейчас делается вторая версия прибора, то есть разработан дизайн макет. И, то есть это версия 1.0, сейчас уже версия 2.0 готовится к производству. Еще так, да, тогда давайте расскажу. Да, да, потому что популярность прибора нарастает, людям очень интересно измерить свой потенциал. Добавлю еще, да. Потому что, да, начало эры потенциалов, дорогие друзья, хочу немножечко так ваше внимание тоже привлечь в наши в студии зрителей, потому что начало эры потенциалов, и оно уже вот начинается с наших технологий. То есть, да, можно ими пользоваться. То есть это не какая-то, так как от России все долго чего-то ждали, ждали чего-то интересного, то, что нет ни на Западе, ни на Востоке. Вот как раз дождались. Это социальные инновации с технологиями, блокнот, потенциал измеряем. В общем, много всего. И вот одна из технологий, Дмитрий вот в своем, так сказать, ключе сейчас расскажет про технологии игры. То есть практика применения, то есть стало понятно, что без агрофикации, то есть, ну, аудитория канала Global Wave, она достаточно профессиональная, достаточно технологически ориентированная, да, но когда мы говорим уже о внедрении в какие-то социальные системы, где меньше профессионалов, там стало понятно, что без агрофикации людям достаточно трудно освоить практику применения и работы с зарядными ресурсами, поэтому была разработана еще в начале 2016-го настольная деловая игра. Да, я сейчас покажу ее, то есть вы ее прижимаете, сверху же камеры, нет, я покажу в камеру. Настольная деловая игра, которая позволила, ну, профессионалы обучения, тренингов знают, то, что до 90% информации усваивается через игровые процессы. Фекционный формат, он слабо усвояемый. То есть вот таким вот образом, передвигая фишки по полю, создается специальная такая атмосфера, пространство, и мы уже более двух лет ее проводим в различных средах, и люди на практике уже учатся, как работать с зарядовым ресурсом, как такие, как уже, как энергоинвесторы, да, то есть его можно делегировать, направлять. Проход в синергию – это, ну, это глубже, чем социальное обычное взаимодействие, то есть надо просто освоить дополнительные всякие тренировки, методы, но это тоже технологическая задача. Социальная инновация, вот в Сколково тоже самое, мы сейчас со Сколково взаимодействуем с бизнес-структурами различными, социальные инновации, как мы тоже говорили, социальная Сколково, это тоже мы про это можем рассказать, наверное, уже в других выпусках. Ну, в общем-то, в общем-то все. То есть будете где-то на Бали, приезжайте, пишите, или в Москве тоже, собственно, можем встретиться, поиграть. Да. Да, это сейчас даже будет очень много таких моментов и встреч, то есть именно почему вначале заявили F-кино, то есть кино с обратной связью, то есть мы не просто что-то там рассказали, там пригласили и давай вот на себя замыкать весь народ. Нет, мы делаем, так же как технология, стараемся людей обвязать между собой, проводим в ресурсном центре НКО на Добрынинской, у нас заявлен один из проектов, благодаря вот тоже Валентине Ивановичу, которая у нас сегодня в студии сейчас здесь вот рядышком, Агарков, проект Мэр-Сити, это школа для управленческих кадров, в том числе и одной из технологий для проведения школы и других мероприятий, это, как мы говорим, квест-игровые технологии, КИТ, вот в том числе и игра, настольная игра, как мы говорим, потенциально денежный поток, потенциально денежный поток, то есть есть вот известный денежный поток Киосаки, Роберт Киосаки, а это, там у него недоучитый, вот этот момент потенциала, то есть как будто все равны. Вот, к сожалению, нет, дорогие друзья, потенциал у всех разный, это проявляется с помощью наших технологий, и каждому человеку комфортно именно в его месте, в его какой-то вот ячейке, которая резонирует с его потенциалом. Это все проявляется, а так сейчас, как часто, заявляют, что, ну, в бизнесовых средах, что давай, ты сможешь, дерзай, вот, а не учитывается, что люди разные, и для кого-то это очень хорошо подходит, а другие так не могут. Вот, и сейчас это уже все проявилось, стало все понятно, и в том числе на игре это проявляется, показывается вот так. Так, ну, мы, конечно, сюда пришли не только поговорить, мы уже пришли внедрять, то есть Ярослав уже даже на мероприятии Старухин заявил, что мы как команда, да, Надежда? Да, мы команда с Global Wave, поэтому у нас уже формируются внутренние процессы с командой Global Wave, вот, потому что от России уже ждут не демагогий, как вот все, наверное, понимают прекрасно, а социальных технологий, социальных инноваций, которые уже реально помогут каждому человеку, россиянину, реализовать свой потенциал, ну, по-хорошему так, не так, как сейчас на 5-7% за всю жизнь, ну, понимаете, да, а на хотя бы 85-90%, вот, раскрыть потенциал, выявить его, проявить и реализовать. То есть все технологии, которые мы заявляем, это как раз вот синтез синхрон, синергия, и вот как раз для того, чтобы мы все нашли свое счастье здесь, наконец-то в России, вот, и наши технологии, нам помогут именно в этом, реализация нашего потенциала. Всех приглашаем в технологию блокнот, вот, в студии Global Wave, где будут проходить круглые столы, деловые игры, знакомства, раскрытие потенциала, технологично это будет происходить, вот. И поддерживаем, конечно, Дмитрия Медведева, который сейчас заявил о социальном бизнесе, как тоже важный, так сказать, в стране важного направления, социальный бизнес. И мы подхватили это направление и предлагаем некую технологию MBC, малый бизнес социальный. Это технология, которая входит, так сказать, поддержана в компьютерные программы, это тоже наше ноу-хау, наша разработка. Компьютерная программа учитывает не просто там ресурсы, как Павел уже указал, экономика там, естественно, будет, малая экономика, но и самое главное вот в этой программе учет потенциала человека. То есть это очень важные параметры, о которых мы заявляем везде, на базе научного открытия про СПС, процессы слаботочные, природосоциальные. Об этом много есть уже у нас на нашем радио Торо, на канале СГС, для тех, кому интересна уже системная область. То есть это не для всех, мы подчеркиваем, что это не для всех системная область. Канал СГС, он социальный глобальный синтез именно для тех людей, кто свой потенциал видит в реализации именно системной области. А для людей, которые хотят просто, ну, как говорится, счастья, мы предлагаем 3D-доход. Сейчас Павел немножечко расскажет об этом. Да, ну, фактически, да, мы заявляем уже цель, как вывести Россию за 2-3 года в лидеры духовного и экономического развития. А как ее вывести? Тут же что-то можно предложить не только вот в общем, а и для каждого россиянина. А что для каждого россиянина? Говорят, счастье, там, счастье, ну, это очень хорошо, но как его пощупать, измерить, непонятно. Конечно, полностью счастье измерить и пощупать нельзя, но можно выделить основные моменты, по которым уже производить какую-то оценку. Как мы говорим, 3D-доход, тройной доход. То есть доход моральный, доход ресурсный и доход экономический. А вот смысловушки нету, ну, это ничего страшного. А, с собой. Да, с собой нету. Тройной доход, то есть моральный, это как раз самореализация. То есть каждый человек сможет себя самореализовать согласно своему потенциалу, согласно своим запросам. Какое-то здоровье можно улучшить. Здесь тоже есть целая целостная система Этринг, как вот у йогов йога есть. Здесь множество систем. А есть система Этринг, она основана на российском менталитете. Там есть и элементы из западных практик, элементы из восточных практик, и своя российская добавка, тоже рассчитанная на наше сознание. Ресурсный доход – это вот как раз технология блокнот. Учитываем в лептонах вклад каждого участника. То есть это учитывая, даже не мы учитываем, как вот мы решили вот так, и все, пусть будет так, мы сказали. Нет, мы управление на себя не берем, то есть управление находится на технологическом уровне, то есть технология. И происходит учет, и дальше вот это выписывается как своего рода вексель, который можно уже обналичить или ресурсными какими-то мелкобытовыми услугами между собой обмен, какие-то ресурсные, мелкоресурсные обмен и так далее. И даже когда запускаются уже у нас проекты, там следующий этап, ресурсные такие, мощные, и в том числе экономически его можно будет обналичить, вот эти наши лептоны. Фактически это вступает в силу благодаря технологиям ООСА, общественная система организованности. То есть сейчас очень важная тема, что общественные системы, они, ну как сказать, очень важны для поднятия экономики страны. Вот общественные организации, они фактически будут, сейчас Паша расскажет, ПН-переход такой социальный, вот, сейчас мы хотели бы показать свою павушку, ПН-переход, вот, и очень будет интересно. Вот на примере, вот как мы говорили про игровые технологии, вот здесь как раз на примере морковки показано, как же соединить духовную составляющую и материальную, то есть как это, то есть это практически было раньше невозможно. Невозможно собрать там духовных учителей в одной комнате, чтобы они договорились между собой. Невозможно вот как-то, чтобы, ну, бизнесмены там друг у друга ресурсы не перетягивали сами на себя. А оказывается, благодаря технологиям, вот есть область, как в технике, когда был открыт ПН-переход в технике, можно было уже изобрести после этого транзистор, и случилась на базе этого техническая революция, что сейчас вот всем, что мы пользуемся, электроника, благодаря ПН-переходу. А сейчас ПН-переход открыт в обществе, и... Социальный ПН-переход такой, как я уже сказала. Можно посмотреть, как он будет работать на примере вот этой смысловушки. Да, и общественные организации становятся именно на вот этой области. То есть, если есть духовная область, есть материальная область. Общественные организации, сейчас их много. Вот здесь, где-то когда, Мосго, но это одна из общественных организаций. В принципе, там может вот на этом ПН-переходе обозначена быть любая общественная структура, чтобы понимали, что... Конечно. Это целый пласт, который тоже очень недооценен сейчас. Благодаря и технологии блокнот, и приборным измерениям, и другим технологиям, которых у нас множество. Сейчас невозможно их, конечно, раскрыть, да и цель такой не стоит. На одном эфире они будут раскрываться в течение сериала, целый сериал на Global Wave. И благодаря технологиям и общественные организации становятся на область ПН-перехода, и наконец-то все начинает крутиться. То есть, соединяется то, что раньше было нельзя соединить фактически. Что, как говорят, от России что-то ждут. Хотя вроде и на Западе они как лидеры технологического внедрения. Все новинки, они очень быстро внедряют, налаживают производство. На Востоке лидеры духовного, индивидуального развития, духовного роста. И Восток и Запад, они являются лидерами в своем вот этом, в своей области. Их невозможно опередить. А оказывается и не надо, потому что у России своя миссия. Россия вот в области ПН-перехода. И сейчас наступает именно золотой век, где Россия будет проявлять свое лидерство именно вот через, как мы говорим, социальный ПН-переход или точку синтеза, точку исключения. Вот. Может быть, кто-то еще что-то хочет добавить. В общем, да, в общем, такая вот первая у нас получилась сегодня. Еще не игра, еще не... Вообще мы планируем, как познавательно-развлекательную программу. Вот. Чтобы в студии у нас вот уже на других эфирах приглашаем всех, кто... Кому интересно уже вот технологии, новые социальные инновации, кто хочет реализовать свой потенциал, кто хочет... Может быть, мечта какая-то не реализуется по какой-то причине или, ну, не происходит, вот, как мы говорим, ресурсного или экономического насыщения. Просьба обращаться вот через, ну, как сказать, заявленный через эфир Global Wave, оставлять свои контакты, будем всем помогать, кто... По-моему, это интересно будет, а, в принципе, должно быть интересно всем, я так думаю. Да, а сейчас хотелось бы, чтобы, ну, не просто мы поговорили и все, а уже какое-то, чтобы произошло заземление. То есть у нас есть, как технология блокнот, у нас есть такие блокнотики. Вот, и вот эти блокнотики, да, тут наши гости, к сожалению, пока, видимо, вышли на улицу подышать. Да. Вот этот блокнотик, такой красный, как начало, вот уже как материя, мы его дарим Ярославу Старухину, ну, это подарок на самом деле, да, не подарок, а подарок это вся вот эта система. Да, это логично. А это просто вот такой, как материальный носитель, чтобы как-то это было можно зафиксировать. И Ярослав Старухин уже заработал тысячи лептонов. Мы выписываем уже фактически. Такой чек или блокнот уже тысячи лептонов. Лептон – это вот как раз наш эквивалент. Это, ну, как, и лептовклад, лептон, чтобы вы понимали расшифровку, и лептонная энергия. Тот вот самый как раз зарядовый синхрон, он будет именно, да, лептонным эквивалентом измеряться. И компьютерная программа, которая будет запущена при наборе критической массы, это, ну, начально 15-20 человек, да, мы будем показывать, как наши участники уже включаются в обмены энергетические, ресурсные и экономические. Вот первое, что заработал Ярослав за то, что нас пригласил, и то, что он уже с нами зарядовый синхрон, можно сказать, прошел. Вот, сейчас уже идет ресурсный синхрон у нас в команде Global Wave и в группе «Золотая пропорция». Студия, то есть это мы тоже ценим, мы не просто пришли и пользуемся. Ярослав, это тебе. Мы ценим и учитываем вклад ресурсный. И это будет отражено все в системе блокнот. Сейчас в студии еще Кирилл, который тоже сейчас помогал подготовиться, ему тоже подарок. Кирилл, ты тоже у нас уже сейчас будешь учитываться. Да. Мы потом покажем тоже, как работает компьютерная программа по учету, так сказать, и рейтингу. Она называется УРС, учетно-рейтинговая система, которая будет помогать нам вести блокнот уже, вот, как сказать, через технику, технологичность. Но первые учеты – это блокнотики. То есть каждый участник наших обменных ресурсно-экономических обменов будет вести свой блокнотик и уже будет фиксировать тот вклад, который он по модели… Вот можно вернуть там на чертаевскую, в смысле, на картинку, где блокнот, вот, картинка с блокнотом. Можно вернуть там еще разочек. Да, вот, вот не просто там картиночка в уголке, какие-то домики, да, это аналог, чертаевская модель, вот аналог модели Чертаева, который в свое время в селе Шухты в Дагестане, вот Дагестан у нас тоже как село присутствует, участник будет нашего международного проекта, вот, блокнот. В свое время, в 85-м году, чертаев организовал вот такой вот союз собственников-совладельцев, кооператив, где доярки, механизаторы еще в 85-й год уже строили дома, вот такие двух-трехэтажные бассейны, то есть там уже люди жили совершенно в другом времени, когда, ну, 85-й год, когда еще у нас новых русских не было. Вот, то есть аналог модель чертаевская, она тут не случайна, мы ее уже умощняем, все недостаточки, которые там были, неучет определенный там был, поэтому модель, ну, была, определенное время работала, потом она уже, так сказать, ну, перестала существовать. Вот, а мы продолжаем и предлагаем всей Москве включаться включаться в такую интересную игру. Вот, ждем, да, в эфирах Global Way всех желающих. Да, так что вот сейчас еще Кириллу блокнотик сейчас вручим, немножко чуть поменьше пока с нами взаимодействует, будет нам взаимодействовать. Но, тем не менее, вот сейчас помощь тоже уже есть. В WhatsApp или в Skype, вот, ну, будем надеяться, что Кирилл активнее включится. Наверное, сильно занят. Да, вот такой блокнотик, если мы Ярославу 1000, Кириллу пока вот 500 лептонов, то есть помощь такая тоже уже организовывали, там минут 40, тут пока место там как посадить, как поставить. То есть это мы все тоже, конечно, уже учитываем. Так, ну это уже да, сначала, чтобы мелкие понятия, мы постепенно все... Да, Валентин Иванович. Да, Валентин Иванович. А где Валентин Иванович у нас? Тоже у нас участник. Еще один участник у нас немножко отошел, наверное, Валентин Ивановича тоже учитываем, так как Валентин Иванович предоставляет нам свои возможности тоже, ресурсные уже, так как Валентин Иванович давно с нами сотрудничает, тоже получает сегодня лептонный эквивалент. Гархов Валентин Иванович, он доктор физико-математических наук. Тоже вот ему вручаем блокнотик, но вот Валентин Иванович отошел, тогда мы его сейчас в эфире покажем, а ему уже вручим, когда его увидел. Там, он там уже сколько ему... Ну, Валентин Иванович уже... Валентин Иванович, хорошо, он нам помогает. Это надо уже подсчитывать, да. Тут нужно уже подсчитывать. Да, будем... Мы тогда, да, ему надпишем, там уже у него много. Валентин Иванович уже хороший учет, он в свое время начинал с нами, когда еще в систему только 10 лет назад формировалась. Поэтому это отдельный уже разговор. Валентин Иванович. Так, а сейчас хотели бы немножечко уже развлекательную часть нашей программы, как мы заявляем, все-таки познавательно-развлекательную программу, и практическую, конечно же. Сейчас вот развлекательная часть, можем уже тоже приступать. Можем провести синхронизацию на потенциал Земли, как командно продемонстрировать. К сожалению, здесь... Как, а мы, наверное, не сможем же, Кирилл сказал. Наверное, не сможем, да. Мы сможем показать приборы в эфире, поставить вот показания, чтобы сейчас было в камеру как-то в камеру поставить. Можно его? Или ракурс сменить, но тогда не будет. Нет, а это уже не нужно. Это уже можно закончить. А вот камеру обратить вот уже к прибору, чтобы мы могли показать, как работает. Одна из технологий наших, да, Дим, может, чуть-чуть скажешь про нас? Как у тебя получится? Ну да, это НАС-синхронизация, так же мы делали, НАС-уазис называли. Это такая технология, кому-то, может, если никто не знаком, это напомнит медитацию. Это восстанавливается резонансная частота природная, то есть это эффект накопительный. В свое время мы проводим их регулярно, проводили... Около шести месяцев подряд, проводили даже с офисами, соединялись, то есть это очень восстанавливается работоспособность. Есть такая проблематика, как эмоциональное выгорание менеджера, по сути, это просадка потенциала, затратности среды в офисе. Это технология, это нас решает эту задачу. Перешифровывается как НАС-сферная абсолютная синхронизация. То есть сейчас нам поможет в том, чтобы синхронизироваться. Мы зрителей не видим, да, зрители только нас видят. Но если зрители увидят сейчас показания на приборе, то фактически мы как один организм сейчас начнем, так сказать, работать, потому что Земля будет уже в поле Земли. Мы сейчас реально увидим, как работает потенциал Земли, его рост или какие-то вот показания. Мы сейчас фактически войдем в поле Земли. Вот его, так сказать, синхрон с Землей между собой и со зрителями. То есть чтобы вот этот ресурсный, который... Ой, энергетический обмен начался у нас, зрители должны почувствовать нечто. То есть кто готов, кто проходил ранее, вот, как Дмитрий сказал, ну, какие-то практики, вот, по работе со своим потенциалом, ну, может быть, йога или какие бывают там, медитации. Ну, это как медитация, да. То есть... То эти люди быстро могут почувствовать эффект от нас, нассферной абсолютной синхронизации. Люди, которые более плотного диапазона там, ну, как мы говорим, там, то у нас в эфире сейчас в основном Global Wave смотрят, наверное, люди технического склада. Может быть, для первого раза будет не совсем ощущения какие-то, но если регулярно проводить такие нас, нассферной абсолютной синхронизации, то объем энергии общий станет нарастать, улучшаться будет состояние человека каждого отдельно, если даже он отдельно там где-то дома находится, и будет улучшаться общая ситуация с погодным... с погодным климатическим условием, да. Потому что сейчас все знают, что климат как-то немножко все... Да, подложить, да, надо? Немножко идет раздрайв, а даже уже не немножко. Вот. Проблема климатических аномалий, да, да, там уже... Климатических аномалий волнует весь мир. То есть тема очень актуальная. И вот это настройка, можно куда что-то подвинуть? Вот так вот. Более жесткое. Есть что-нибудь? Вот. Нет? Чтобы он не ехал, да? Ну да, наверное, да. Вот так, да? О, есть? Видно там в экране? Там цифры, как на экране. Намного лучше видно. Да? Цифры там есть вообще сейчас? Ну а сейчас они надо сбежать. Как они могут здесь? Значит, чуть-чуть уберем. Да. Вот. И так выглядит хорошо. О, хорошо. Вот. Фактически мы сейчас поможем каждому участнику настройки нас получить дополнительную свободную энергию. И поможем земле. Потому что земля очень нуждается в нашей поддержке, как оказалось. То есть вот эта вот связь с землей в городах утеряна у людей. То есть урбанизация и редко, мы сейчас даже особенно зима, редко бываем на природе. Если летом почаще, да, вот, то сейчас совсем получается у нас как-то ограничено достаточно. Ну хорошо, вот праздники новогодние будут. Вот. Можно будет куда-то поехать. А вообще вот эта практика, она для городских условий универсальная. То есть находясь в офисах или не выезжая, можно вот этот эффект связи с потенциалом земли сейчас вот реально почувствовать. Ну, может быть, не сразу, я же говорю, у всех получится. Но пробовать надо. Начинать пора уже. Я предлагаю Дмитрию, да, Диме, провести. Давайте, да, да, добавлю, да, к тому, что сказала Надежда. Смотрите, да, аудитория технологическая, я бы назвал Global Wave. Я сам по первому образованию инженер-технолог и предприниматель, и футболист. То есть я могу сказать, что без таких технологий на практике прийти к высокому продуктиву не получалось. Поэтому я понимаю, как инженер-технолог, да, что бывает, не хочется какие-то, казалось бы, ну, какие-то новые процессы погружаться. Тем более такие, как их в бизнес-среде называют soft skills, но мягкие, да, скиллы, навыки. Но это действительно очень эффективно помогает, ребят, что у вас в этом помогает пройти в высокопродуктивной, из коллектива и даже технологического, да. То есть если медитация, там идет настройка, ну, на какие-то абстрактные, ну, йога, например, я не знаю, занимаетесь йогой, не занимаетесь. Хотя очень недооценены спортивные тренировки у людей интеллектуального труда. И мы перегружаем ментальный резонатор, уставать начинаем, энергии не хватает. Поэтому вот с помощью этой технологии, с помощью этого подхода можно восстановить резонансную частоту, состояние накапливается. Ну, это как тренировка, да. Поэтому можете, смотрите, наблюдать, сейчас кратко скажу, что будет происходить, наблюдать на показателя, на цифры. Не надо придавать значимость, это мы видим проявленный потенциал электрической земли вокруг. Скорее здесь просто интеллектуально мы их наблюдаем, смотрим на динамику, а сами делаем дыхательные упражнения, можно сказать. Давайте приступим. Сейчас кратенько, да, на первый раз просто сделаем. Сядьте, да, поспокойней. Вот у нас там уже целая аудитория за кадром собралась. Кирилл, а можешь сделать так, чтобы мне тоже чуть-чуть цифры было видно, вот так, как ты экран поворачиваешь? Все, чуть-чуть. А если мы сядем, у нас не будет видно? А зачем вас, вы сейчас не главное? Да, давайте переседем. Я тоже бы пересел. Будет цифры надо наблюдать. Садитесь поудобнее, выделите себе там буквально пять минут. Я имею в виду тем, кто за кадром, хотя все сейчас уже за кадром, да, тем, кто находится где-то, наблюдает эффект. Сейчас вы можете наблюдать, как цифры быстро тратят, то есть пространство немножечко разогненное. Можно оттенять два-три глаза, но, знаете, цветность. Три глаза, глубокие, внимание поднимается высоко, верхушки, голод, щелочь, задержка дыхания, прыгните к лесу, медленный выдох ротом. Сознание возвращается. И через сердечный центр, выдох, любовь. Продолжаем выдох ниже. Через мочекулевую сферу, растворение, влажность. Медленный вдох носом. Ясное чело, спокойствие. Медленный выдох ротом. Через сердечный центр, выполняем пространство энергии, растворение. Еще несколько вдох мы сделаем. Кирилл производит действие, а прибор реагирует. Я вас слышу, мои дорогие друзья. Я вас слышу и чувствую. Я еду к вам. Еще 40 минут на дороге. А мы бы первым настраиваем нас. Вы бы камеру повернули, чтобы было видно, как происходит все настройки. А может быть, для первого раза достаточно? Прикоснулись к нему или еще? Еще, еще, еще. Хорошо. Кирилл, а там видно или нет? Я только собралась на сцене. Видно только стол и прибор. Там сейчас концентрация. Там как на экране? Важна общая концентрация. Нет, нет. Цифры видно, как здесь или там четко видно? Там четко видно. Тут видишь, размазанное видно. Там четко видно. А, все. Вот, все, наладико. Я прошу вас, да, в студии немножечко замедлиться. Кирилл Васильевич, можешь присядь просто. Просласьте, я тоже прошу. С чем надо? Тренировочка такая, спортивная. Одна из основных вообще, один из основных инструментов для синергии. Кирилл, все в порядке. Ты контролируешь ситуацию. Спектанты пробрали в штаб-квартиру глобальной волны. Да, это что за наезд? Нет, нет, это сатира, ну что вы. Ярослав, привези бухгер, пожалуйста, не хватает. Молитвенный барабан уже везу. Это физика. Прибор – это уже никакой не барабан. Но это прибор. Тут ваше-то рассказание уместное, дорогой Ярослав. Сейчас отчислим люфтоны. Тысячу заработал, 500 отчислим. За полиганство. В эфире. 500. 100. 100. Прибор называется «Изумит». Нас спрашивают, как называется прибор-измеритель импульсного тока. Поверните камеру, чтобы было видно, что вы делаете. Что происходит. Потому что мы дали темы. Смысл нужно сейчас оставить. Перед этим, да, перед началом мы рассказали, как это работает, что происходит. Когда мы начали, я думаю, что для первого раза достаточно, потому что, чтобы уже не передерживать внимание, да. Да, спасибо. Да, это имеет накопительный эффект, то есть как тренировки, да. То есть просто потом чувствительность, природная резонансная частота восстанавливается. Чувствительность восстанавливается, повышается. И мы даже в городе можем находиться в состоянии, как в лесу, да, утренний лес. Когда отдыхаешь, расслабляешься, насыщаешься. Такая своеобразная медитация, но особо эффективная. Ну что вы? У нас немножко подрос, я смотрю, значение. Тем не менее, немножко эффект есть, небольшой. Очень небольшой. Чувствуется, чувствуется, что стал ровнее, мягче стало следа. Ну что, я предлагаю, будем завершать? Или у нас еще что-то есть, Паша, сказать? А, ну, сказать, уже познавательная часть завершена. Мы хотели еще... Кирилл, пожалуйста, камеру, да. Развлекательную. Или садить, садить в кадр. Давайте в кадр, может быть, опять сядем. Мы можем спеть песню про глобальную волну, вот как. Знаешь, сейчас как споем, Ярослав, будешь знать, как на нас нападать. Ты готов подпевать? Будешь подпевать. Ты должен знать стихи, между прочим. Мы тебе уже отправляли и не раз. Все, я пошел. Да, спасибо. Где у нас? Откуда цветы за листочком? Листочки? Нет. Дима у нас. Так, Паша, запевай. Да, мы предлагаем спеть песню на мотив «Вставай, страна, огромная». Песня про, в том числе и про глобал вейв. И Кирилл, просьба тоже, если возможно, нам подпевать. Татьяна, будешь петь песню? Нет? А он же не знает слова. А слова есть. А, слова... Ну, пока это... А слова есть. Ну, мотив известный. Мотив известный. Мотив известный. Кто еще хочет? «Вставай, страна, огромная». А, вставай, да. Ну, это из какого-то. Ну, это как военная такая песня, да. А, да, это такая советская песня, но уже с нашими словами. Вот. И, конечно, очень ждем музыкантов, которые нам будут помогать уже зарабатывать свои лептоны, аккомпанируя и помогая, так сказать, проявляться и для себя. Это отдельно мы расскажем, как для творческих людей это будет круто. Вот. А сейчас споем. Кирилл, тоже подпевай, если можешь. Сейчас мы, да, мы артисты, так сказать, начинающие, поэтому строго нас не судите. Ждем музыкантов. Мы просто хотим продемонстрировать, да, как все-таки, что это за песни такие. Системная песня. Ну, еще пару слов. Новый жанр. Новый жанр. Системная песня. Вайп. Вайп в искусстве. Что это такое, еще подробнее объясним. Сейчас у нас познавательная часть закончилась. Приходим к развлекателю. Ну, Ярослав. Держись. Держись. Вставай, страна огромная, по курсу на просвет. Заряды увеличивать дадим святой обет. Пусть радость благородная проявится сполна. Встает волна народная, глобальная волна. Посилим дело доброе с тобою мы сейчас. Никто его не выполнит, не сделает за нас. Не слушай тех, кто держится за старый мир оков. Из них на счастье общее наделаем подков. Еще хотя бы один. Ладно, давай. Весь мир затихнет в трепете, чуть слышен стук сердец. И скажет кто-то шепотом, старухин молодец. Века тысячелетия все прожили в борьбе. И вот начало синтеза на Global Wave тебе. Там еще есть слова. Дальше мы не будем петь. Это такая демонстрация наших возможностей. Всем спасибо за внимание. Всем виват. И до свидания. Все. Финиш.